МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Единое меню для школ разработают в регионе. В формате онлайн прошло областное родительское собрание. 15 лагерей на базах школ будут работать в Сарове. Каким будет летний отдых для детей в этом году? Пугающая динамика. Все больше саровчан становятся жертвами мошенников. Математикой и математическое моделирование научно-инновационная школа прошла в Сарфотеине Яумифи. Фокус на новое поколение, лучшие практики воспитания в Сарове прошел проектно-образовательный интенсив. Далее расскажем по всем подробно. Всероссийская молодежная научно-инновационная школа в Сарфотеине Яумифи в этом году проходит уже в 17-й раз. С каждым годом эта конференция расширяет географию участников. В этот раз в Саров приехали представители филиалов МИФИ, вузов Казани, Саратова, Рязани и Владимира. Впервые в работе школы будут принимать участие делегации из Волгограда и Иваново. Школа МММ, как мы ее называем, как говорится, между собой в рабочем порядке, это замечательная площадка для новых знакомств, создания научных коллабораций. А мы уже видели неоднократно, когда после окончания школы коллеги, которые с выступлениями работали на секциях, завязывали знакомства и дальше у них шла работа в своих направлениях, деятельности. Растет и число секций, которые работают в рамках школы. В этом году их восемь. Математическое моделирование в биофизике, моделирование физических процессов и явлений, модели и методы цифровых технологий, математические методы в экономике, социологии и другие. Будет открытая школьная секция. Свои доклады представят ученики школ Костромы, Павлова, Нижнем Новгорода, Ижевска. Саров будут представлять учащиеся обоих лицеев в гимназии. Десятый и двадцатый школ. Смотрю на сборник тезисов к этой научной школе и смотрю, что математика все активнее пробирается не только в естественной науке, но и в социальную сферу, в экономику, в другие гуманитарные сферы. Это хорошо, потому что математику я лично очень люблю и со школы всегда хорошо ее понимал. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Три загородных лагеря «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» этим летом примут более двух с половиной тысяч человек. В них будет по три смены, плюс в «Березке» пройдет молодежная профильная смена и лидерского направления для ребят от 14 лет до 21 года. Досуг для юных саровчан организуют и в городе. Центр внешкольной работы и молодежный центр вновь откроют запись на летние и краткосрочные образовательные программы. Ориентировочно они охватят 850 детей. Ребята будут заняты различной деятельностью. Это и творчество, это и фитнес, атлетическая гимнастика. Будет организовано множество конкурсов, фекторин, квестов. Узнать подробности можно по телефону Центра внешкольной работы 9-81-03 и Молодежного центра 9-91-18. В спортивных школах города около 1500 юных спортсменов пройдут учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта. Для всех желающих в микрорайонах города будут работать площадки в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика». Дети и подростки смогут поучаствовать в конкурсах, квестах, интерактивных играх, акциях и мастер-классах, соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и регби. А уже с середины апреля стартует региональный проект «Спорт в каждый двор». На открытых спортивных площадках, расположенных в скейт-парке спортивной школы ИКАР, возле молодежного центра, возле домов на улице Казамазова 10, Павлика Морозова 14, Раменская 13, корпус 1. По утвержденному графику инструкторы по физической культуре и спорту будут организовывать проведение физкультурно-спортивной работы. Всем желающим инструкторы будут рассказывать, как выполнять на тренажерах различные упражнения без вреда для здоровья. Кроме того, запланированы активности во Дворце детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов и в городских парках, отдыхах, музеях, библиотеках. Еще одно большое направление – санаторное оздоровление детей. Предусмотрена компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия, расположенный на всей территории Российской Федерации, для детей от 4 до 15 лет включительно. Размер компенсации составляет от 12 800 рублей до 14 700 рублей, в зависимости от количества дней пребывания – от 21 до 24 календарных дней. Количество средств компенсации ограничено, очередность получателей определяется по дате подачи заявления. У саровчан есть возможность попасть в Артек или Лазурный. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор. По всем вопросам, связанным с организацией летнего отдыха детей, обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта по телефону 99062. Почти 70 миллионов рублей перевели саровчане мошенникам в прошлом году. Как рассказал глава Саровского ОВД Андрей Чернышев, 90% денежных средств поступают за границу, в том числе на Украину. Всего в Нижегородской области в минувшем году граждане перечислили мошенникам около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Среди потерпевших есть все социальные группы, все возрастные категории, люди разных профессий, пенсионеры. Несмотря на сложности в раскрытии таких преступлений, нами принимаются все возможности по их раскрытию. В результате расследованы 6 фактов мошеннических действий. 16 краж с банковских краж карт граждан. Кроме того, раскрыто 6 уголовных дел, которые были направлены в другие субъекты Российской Федерации, потому что жители других субъектов совершали преступления в отношении жителей нашего города. Однако большая часть преступлений остается нераскрытой, в основном потому, что мошенники работают дистанционно, находясь за границей. Саровские правоохранители постоянно ведут профилактическую работу с населением, рассказывают об основных мошеннических схемах. На предприятии, в социальные учреждения полиция отправила листовки и буклеты с информацией. Но этих мер недостаточно. Как показывает практика, проще предотвратить мошенничество, чем заниматься их раскрытием. Тем более, как я сказал, мошенники в 90% случаев находятся в приемочных федерации и привлечь их к установленным законам ответственности не представляется возможным. Свой доклад Андрей Чернышов представил депутатам Городской думы. От народных избранников поступило предложение расклеить на подъездах информационные листки и разместить эти сведения в группе округа. Кроме того, начальник УВД рассказал о планах по установке камер видеофиксации нарушений. Этот вопрос обсуждают с прошлого года. Определены места аварийности. Предложения направлены для проработки проектной документации. Буквально месяц назад там есть определенные моменты по согласованию с Федеральной службой безопасности. Вопросы на данный момент, насколько я знаю, проработаны. Комплексы видеофиксации нарушений обещают установить в городе в ближайшее время. Камеры будут фиксировать проезд на красный, выезд на полосу встречного движения, проезд в топ-линии. Нарушение скоростного режима. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В этом году на Всероссийский конкурс «Учитель года России» пригласили не только муниципальные школы, но и частные учебные заведения. Всех конкурсантов разделили на несколько зональных групп. Учитель русского языка и литературы православной гимназии Екатерина Юрьевна Кальманова соревновалась наряду с Центром одаренных детей, кадетской школой, школой 800 и всеми православными гимназиями Нижегородской области. Саровский педагог уже прошла несколько отборочных этапов в Нижнем Новгороде, провела методическую мастерскую, продемонстрировала свою педагогическую кредо, а также провела открытый урок в чужом классе. Это испытание оказалось для педагога самым сложным. Возникли технические проблемы. Например, у кого-то не шла презентация, как у меня, у кого-то там не пошло видео. Технические проблемы. Плюс еще, конечно же, ты приходишь к совершенно незнакомым детям и не знаешь, какая у них база. Что они знают. И вот в этой ситуации, конечно, было сложно. На зональном этапе конкурсанты продемонстрировали профессиональное мастерство в двух испытаниях – мастер-класс и лекция с залом. Здесь педагогам предстояло продемонстрировать артистизм, коммуникативные навыки, творческий подход. По итогам Екатерина Кальманова вышла на региональный этап конкурса «Учитель года России-2023» и вошла в число 15 педагогов Нижегородской области, которые продолжат конкурсные соревнования. Екатерина Юрьевна признается, что такой большой конкурс – это вызов. Приходится прилагать немалые усилия. Но в нем педагог хочет показать не только себя, но и свою православную гимназию. Многие родители представляют учебу в православной гимназии, но они там только молятся. Да, вот так вот думают. А на самом деле мне хотелось бы показать, что работают здесь достойные люди, учителя, которые могут соперничать и с учителями из других школ, из гимназий, лицеев, центра одаренных детей. Вот так вот. Колоссальную поддержку педагогу оказывают директор православной гимназии, весь педагогический состав, а также родители и ученики. Коллеги помогают и подсказывают Екатерине Юрьевне, предлагают различные идеи. А родители и ученики даже ездят вместе со своей учительницей на конкурсные этапы и там выступают в качестве фокус-группы. Перед тем, как ты начинаешь уже думать, а ты сможешь или нет, ты боишься. Потом, когда ты поближе к этому конкурсу подходишь, ты думаешь, вот смогу ли я это сделать. А когда ты уже участвуешь, ты думаешь, ну в конце концов, действительно я смогу это сделать. Получается, появляется какой-то азарт, какой-то драйв. И в конечном итоге результат, он интересен. Следующий этап конкурса «Учитель года России» состоится в середине апреля. Екатерине Кальмановой предстоит провести открытый урок и образовательные события. Финалисты пройдут на регион, а лучший участник представит область на всероссийском уровне. Светлана Юрнова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Неадекватный мужчина ворвался в Дзержинскую школу в начале года. Он бегал по этажу и хватал учеников начальных классов. Вытолкнуть дебошира на улицу смог только учитель физкультуры. Вопрос безопасности в школах региона подняли на областном родительском собрании. Вопросом защиты детей должно заниматься руководство школ, пояснил представитель администрации Дзержинска. Средства на реализацию этих мер будут выдавать из областного или городского бюджетов. Руководитель школы имеет право уже задуматься, что необходимо сделать. Мы понимаем, что это, во-первых, доступ на школьную территорию, который должен быть ограничен в период, когда идет образовательный процесс. Второй момент – это доступ непосредственно в саму образовательную организацию. Это домофоны и обеспечение охраны. И вот как раз тот новый документ, который появился, он позволяет заключить договоры на обеспечение физической охраны. Родители на охрану скидываться не должны, уточнили в ходе встречи. Также незаконны сборы средств на организацию выпускных. Школа должна проводить вручение аттестатов в торжественной обстановке. Другие праздненства выпускники и родители устраивают сами. Категорически не надо собирать деньги учителям на эту историю. То есть на теплоходы, рестораны и так далее. Конечно, могут использоваться неофициальные чаты родителей, неофициальные, подчеркиваю, чаты родителей. Но все, что связано с этой культурной программой, находящейся за рамками официальных мероприятий выдачи аттестатов, это не ответственность школы. Затронули тему выпускных экзаменов. Заявления учащихся уже принятые. Выбрать другой экзамен можно, но по уважительной причине с подтверждающими документами. Напомнили родителям. Отдельное внимание уделили проблеме школьного питания. Все вопросы родителей Давид Мелик-Гусейнов объединил в один риторический, доколе будут рыбные котлеты на завтрак у наших детей. Решение вопроса он также предложил. Создать для школ единое меню. Давайте творческое задание дадим нашему ВУЗу, Институту пищевых технологий и дизайна. Коллеги, вы же с нами в одной лодке. Помогите, пожалуйста, школам Нижегородской области. Давайте вместе придумаем какой-нибудь проект и сделаем так, чтобы дети у нас съедали все, что им дают, чтобы это было эстетично, красиво, вкусно и интересно. Давайте вместе подумаем. Также замгубернатора сообщил, что в ближайшие два года в Нижегородской области построят 23 новые школы. Анна Пилипет, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Школьные учителя, педагоги дополнительного образования, детские наставники собрались в 10-й школе, чтобы дать старт проекту «Фокус на новое поколение. Лучшие практики воспитания». Для тех, кто работает с детьми и подростками, формирует приоритеты воспитания, каждый день вовлекает ребят в различные активности. В качестве спикеров выступили саровские специалисты и приглашенные гости. Мы сегодня, собственно, здесь рассказали о тех возможностях, которые сегодня предлагает движение первых, всероссийский проект «Навигаторы детства» для школьников, для педагогов, для родителей, для того, чтобы быть созвучны в тех действиях, которые мы выполняем совместно. В Сарове развитию молодежных и детских общественных организаций всегда уделяли большое внимание. Как отметил Вячеслав Амосов, все традиции, заложенные еще несколько десятилетий назад, сегодня активно и грамотно встраиваются в федеральную повестку. «У Сарова однозначно есть свой почерк, есть свое лицо, узнаваемость. И в контексте развития и детского движения, и движения первых, и работы советников по воспитанию, коллеги всегда показывают очень такой практический результат, что является подтверждением качественной системной работы. И с коллегами мы на уровне региона совместно тоже сотрудничаем, для того, чтобы опыт транслировать не только в регионе, но и на уровне страны». С этого учебного года в стране реализуют проект «Киноуроки в школах России». О его целях и задачах саровским педагогом на форуме рассказал один из создателей этой программы Василий Яицкий. Главная идея – рассказать о созидательных качествах личности, всего их 99, через короткометражные фильмы. Их создают на благотворительные средства, полученные за сбор муклатуры. Это еще одна связанная акция «Киноэкология», к которой активно подключаются школы. Миллионы детей становятся сопродюсерами фильмов и создателями системы воспитания. «Наши фильмы вдохновляют через эмоции делать что-то полезное для других. За шесть лет мы собрали порядка 80 миллионов рублей на муклатуре. Мы ее превратили в 50 фильмов короткометражных, художественных, воспитательных для вас, для наших детей. И поэтому сегодня мы с этой акцией в Нижегородской области сейчас мы с вашей помощью в том числе собрали практически 100 тонн муклатуры. 12 тонн дал Саров. Затем участники интенсива продолжили общение на тематических площадках. Заместители руководителей обсуждали принципы построения эффективной команды. Советники директора по воспитанию старшей вожатой планировали деятельность Центра детских инициатив. Классный руководитель делили с практикой проведения акций и участие в федеральных проектах. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Проект для самозанятых «Займись делом» проходит в Сарове с 2021 года. За это время в нем приняли участие более 80 горожан. Проект реализует агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области и региональная торгово-промышленная палата. Задача проекта предоставить информацию об актуальных мерах поддержки для самозанятых граждан, определить среди них лучшие практики и идеи. В этот раз «Займись делом» пройдет на протяжении месяца в три этапа. Первый этап это онлайн-обучение на электронной площадке. Программа состоит из обучающего модуля на самые актуальные темы. Это бухгалтерский учет, оформление налоговой документации, лицензирование деятельности и сертификация продукции. И также меры поддержки для самозанятых граждан. Два следующих этапа пройдут в очном формате. Это участие в семинаре, региональные меры финансовой поддержки для самозанятых граждан и бизнес-игре, самозанятость, инструкции по применению. В ее ходе участники смогут под руководством специалистов составить бизнес-план своего проекта и представить его на комиссии. По итогам, например, прошлого года выходили, например, с такими проектами, как расширение своей деятельности. Допустим, человек занимался маникюром, он открывает какое-то для себя новое направление. И вот это как раз бизнес-план, он его составляет и смотрит. Выгодно ему развивать вот это направление, оно выгодно, выигрышно или нет. В этом году у участников проекта «Займись делом» есть возможность участвовать в конкурсе и выиграть 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Также в ходе защиты проектов на бизнес-игре комиссия выберет лучшие инициативы, которые получат поддержку. По итогам защиты будут определяться три победителя, которые получат поддержку от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в виде фотоконтента, разработки или доработки сайта, также продающие страницы в соцсетях, продвижение в интернете и разработка рекламной продукции. Регистрация участников на проект «Займись делом» проходит в Центре поддержки предпринимательства в 202-м кабинете. Подробные информации по телефону 9-92-64. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Уютная, почти домашняя обстановка, ламповая атмосфера, максимально стертые границы между зрителями и актерами, душевные стихи и песни. В этот вечер преданные поклонники Саровского драматического театра могли посмотреть на любимых артистов по-новому, немножко заклинуть в их внутренний мир, понять, что их волнует, интересует, вдохновляет. Театральный квартирник приурочили к Международному дню театра. Особое настроение в этот камерный вечер создавала живая музыка, джазового трио, винтаж. «Мне показалось, что это очень интересный формат в плане общения со зрителем, потому что, да, у нас город небольшой и надо отдать должное. У нас очень много людей в городе ходят в театр, но о нас они знают совсем мало. И мне кажется, это очень хороший повод встретиться, поговорить, пошутить, позадавать друг другу вопросы, ну, как-то, не знаю, познакомиться поближе». Артисты Ирина Авакумова, Артем Жуков, Мария Раздобарина и Руслан Шигуров поделились со зрителями кусочками сокровенных чувств и мыслей, прочитали любимые стихотворения и рассказы, спели песни, вспомнили и сценки из давних спектаклей. «Ночь одна и верная подруга, тенир господин один во мраке». Гости вечера могли задать артистам любые интересующие вопросы. В свою очередь, актеры выясняли, насколько хорошо саровский зритель знает творческую историю театра. За правильные ответы они получали карточку. Золотой аплодисмент. «Очень всегда радостно, когда мы артистов видим чуть ближе, чем со сцены. Вот это тот как раз случай, когда ты их видишь и, можно сказать, больше в жизни, чем в игре какой-то. И видно, что они делятся эмоциями. Мы их настолько любим за все их роли, что хочется, конечно же, узнать, какие они на самом деле в жизни». «Мне пока очень нравится все. Я очень смеялась, когда что-то там смешного говорили. Ну, там бабушки тоже некоторые отвечали. Ну, мне было очень смешно. Но пока мне все нравится. И я когда ходила еще на другие спектакли, я уже многих видела здесь артистов». Театральный квартирник – первый и необычный опыт Саровского драматического. Поэтому даже артисты немного волновались. Но публика приняла любимых актеров, как и всегда, с восторгом и теплом. «На самом деле мы просто немножко тушуемся. Я думаю, вы заметили это. Для нас очень непривычен просто такой формат. Мы привыкли к большой сцене, к затемнению. А здесь живое общение. И мы пока не совсем к этому привыкли. Это, знаете, такая проба пера. Я уже знаю, что нужно поправить». В конце вечера те знатоки из числа зрителей, которые набрали наибольшее количество золотых аплодисментов, получили пригласительные билеты на спектакль драматического театра. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Порой внешность может быть обманчивой. Тот, кто кажется маленьким и слабым, может обладать большой силой и находчивостью. История о смелом комаре Сергея Михалкова открыла очередную встречу участников городского проекта «Читаем вслух». Веселые истории с глубоким смыслом читали на импровизированной сцене Дворца детского творчества ученики четвертых классов. Все звери и птицы вокруг давно уже седьмой сон видят. Один только медведь не спит, мается. Вот напасть, думает медведь, довел меня какой-то глупый комаришка до того, что теперь я сам не знаю медведь или нет. Большинство четвероклассников пришли во Дворец детского творчества в качестве чтецов впервые. Но они тщательно подготовились, поработали с текстами и почти вжились в роли зайцев, медведей, бобров, аистов и других персонажей произведений Михалкова. Слушали басни в зале с особым интересом. Многие чтецы удивительно четко передавали диалоги героев голосом и мимикой, погружая аудиторию в сказочный мир. Мне очень понравилось слушать других. Мне понравилась басня 20-й школы, 12-й и 1-й. Они рассказывали о разных животных, которые были очень упертые и были очень смешные. Мне очень понравилось, было очень интересно слушать других ребят и слушать басни. Мне тоже понравилось всех слушать. Мне запомнилась басня, где заяц был упертым и все никак не хотела убрать камни. Следующая встреча пройдет 12-го апреля. В честь Дня авиации и космонавтики ученики восьмых классов прочитают фрагменты из книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Ожившие полотна. Выставка с необычным названием открылась во второй гимназии. Каждый класс создал свою работу, фотореплику известной картины, посвященной школе. Впервые этот проект увидел свет в 2019 году. И лучшие полотна того года тоже вошли в новую экспозицию. Выставка открылась на каникулах. Ребята второй день вышли в школу. И, конечно, интерес такой серьезный, потому что они видят, здесь же не 100% класса участвовало. На некоторых полотнах есть один человек от класса, есть 5-10 человек. И, конечно, друг друга увидеть в таком ракурсе, себя посмотреть и друг друга увидеть, им очень интересно. Интерес вызывает выставка. Этот проект дал детям возможность примерить на себя сразу несколько ролей. Кто-то выступал в роли фотографа, кто-то был моделью, а кто-то художником по костюмам, реквизиту или графическим дизайнерам. Практически за каждым полотном на выставке стоит интересная история. Например, чтобы создать фотореплику картины «Дети на уроке» Богданова Бельского, пришлось повозиться с фоном. Мы нашли какой-то старый ковер-решаль, и там у нас одноклассники самые высокие на тот момент, когда были, они держали как раз таки это полотно. Они там уже все запарились, они говорят, давайте быстрее. А мы тут никак не могли сконцентрироваться, потому что постоянно смеялись. Сплотить классные коллективы, привить любовь к изобразительному искусству, художественные фотографии, познакомить с шедеврами русской живописи. Это главные цели, которые ставили перед собой организаторы выставки. А еще она дала возможность ребятам проявить творческую жилку и не просто скопировать работу до мельчайших нюансов, а внести в нее дух современности. Например, там была картина, когда ребенок двойку получил, мама держала дневник, а 11-классники, они как раз таки показали планшет, в котором был изображен уже электронный дневник, уже там мамы были, тапочки, современная одежда была. И использован, кстати, в фотошоп тоже был. И поэтому картина очень реалистично выглядела, как раз таки уже современно. Выставка «Жившие полотна» продлится до конца учебного года, а в следующем году ее дополнят полотнами администрации и учителей без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Владислав Глазков Владислав Глазков – музыкант-самоучка. Играть на гармонии он научился самостоятельно. Когда Владислав был маленьким, ему на день рождения подарили маленькую гармошку. Став постарше, молодой человек начал сам разучивать на инструменте, песне и наигрыше. В ансамбль «Запава» Владислава привела бабушка, с которой он вечерами пел русские народные песни. Так любовь к народному творчеству солист «Запавы» сохраняет на протяжении 10 лет. Главное отдавать себя полностью, погружаться в образ и петь с душой. И тогда зритель почувствует благодарность и подарит аплодисменты. Владислав Глазков и Денис Порушенков давно поют вместе в дуэте в ансамблях русской народной песни «Запава» и «Сударушка». Для тростлевого фестиваля детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды» посвященного 75-летию российского профсоюза работников атомной энергетики мальчики выбрали три композиции. Куплеты солидных ребят, красненькие туфельки и «Только возьмут меня в солдаты». Коврове собрались самые талантливые коллективы и солисты городов Росатома. Саровчане покорили зрительный зал своим выступлением и взяли наивысшую награду фестиваля – Гран-при. «Радость, очень сильная радость. Гордость, как и за коллектив, и за нас двоих, и за руководительство, за то, что она вложила в нас все это мастерство и все остальное, чтобы мы получили такую наивысшую награду». Дуэт Саровчан соревновался в номинации «Вокал» наравне с эстрадниками. Ребята вспоминают, что на сцене не обошлось без курьезного случая. После того, как ребята выступили со своим репертуаром, из-за кулис раздался голос «Пойте еще». Солисты растерялись, но быстро среагировали и подарили залу еще одну композицию. «На конкурс опоздала какая-то девочка, и если бы мы эту песню не спели, она бы не прошла, ну, не выступила на этом конкурсе. Вот, и вот так вот мы спасли девочку». Дуэт Владислава Глазкова и Дениса Прушенкова уже не раз брал гран-при на вокальных конкурсах. За победу в фестивале детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды» солисты получили дипломы, кубок и ценные призы. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Илья Ганин и Сергей Ежов с детства увлекаются робототехникой. Оба они занимаются в кванториуме. В апреле ребята смогли продемонстрировать свои знания и навыки, полученные за годы обучения на уровне региона. Илья и Сергей прошли отбор на областной финал интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Наша задача была собрать двух роботов. У нас было, соответственно, два здания, столько же сколько и роботов. Первое называлось «Робот-чертежник», а второе называлось «Робот-фуникулер». На первом задании нужно было считать штрих-код и нарисовать зашифрованное число на этом штрих-коде. Второе задание предполагало сборку робота-фуникулера, который бы проехал по трубе, как настоящая канатная дорога. В течение четырех часов Саровская команда конструировала, проводила отладку изделий, которые представили на суд экспертов. Одна из сложных задач – программирование этого робота. Это смотря, с какими роботами работать. То есть, есть роботы на Ардуино, их программировать сложно, ну, по меркам начинающего. А если программировать ЕВА-03, то это уже гораздо проще и быстрее. Как говорят ребята, роботы-техника – одно из самых актуальных и востребованных сегодня направлений. Роботов используют в самых разных отраслях. В том числе они становятся незаменимыми помощниками в быту. Роботы-пелесосы, посудомойки, голосовые помощники для умного дома – их функционал расширяется с каждым годом. И создание робота доступны детям. Я могу собрать разные модели на разных конструкторах, чтобы это ни было. Для самых разных назначений я могу собирать машины, которые могут передвигаться, могут находить свое пространство, находить свое положение в пространстве, которые могут считывать данные окружающей среды и гораздо больше. По итогам испытаний команда «Саровчан» заняла третье место. Как признались ребята, добиться такого успеха им помогли не только занятия робототехникой в кванториуме. Без знаний физики, которые им давали в 15-м лицее, достичь прессового места было бы невозможно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Субтитры создавал DimaTorzok